Как готовят воспитанников детских домов области к взрослой и самостоятельной жизни? Выяснить это решил депутат Государственной Думы Анатолий Петров. В рамках партийного проекта «России важен каждый ребенок» он отправился с проверкой по всем детским интернатам нашего региона. Олег Рожков о том, как проходит визит депутата. Детский дом в селе Караул. Он стал первым объектом внимания депутата Госдумы. Перед встречей с воспитанниками Анатолий Петров посмотрел, в каких условиях живут дети. Руководство учреждения создает настоящий домашний уют для своих подопечных и уделяет большое внимание их всестороннему развитию. Для мальчиков – мастерская. Там можно выжигать, забивать, пилить. Для девочек – швейная. Патриотическое воспитание на первом месте. Есть комната воинской славы. Она постоянно пополняется находками поисковой группы воспитанников. Последний наш экспонат – авиационная бомба. Нам, конечно, трудно было сюда перевозить, потому что тут была головка боевая. А ее надо было открутить, но это было сложно, конечно. Но главное в визите чиновника – общение с детьми. Выяснить, насколько они готовы к взрослой жизни. В которой они столкнутся с массой разного рода трудностей. И то, чтобы придать им и проверить их правовую грамотность. На что они могут рассчитать, с чем им обязаны государства. В неформальной обстановке ребята смогли задать вопрос не только депутату Госдумы, но и приехавшим с ним специалистам. Елена Вячеславовна, я хотел бы задать вам вопрос. Какими еще льготами, кроме жилья, я бы мог пользоваться при выпуске из этого учреждения? Когда ты будешь в период обучения проходить производственную практику, у тебя будет 100% заработной платы. Ну, естественно, право на имущество, которым ты вправе распоряжаться самостоятельно. Сюда входят пенсии, алименты, пособия. Караульский детский дом стал отправной точкой. После него Анатолий Петров планирует объехать все, без исключения, детские дома нашего региона. Олег Рожков, Лев Сухоруков, Олег Щербаков. Область новостей.